итак андрей все у нас сейчас за последние месяцы переходили в онлайн вот как увеличилась доля онлайн покупателей после пандемии то есть сколько человек реально готовы остаться и дальше покупать именно в онлайне я бы даже сказал что не за последний месяц а началось это немножко раньше то есть эта тенденция в целом переход в онлайн это не новый тренд он длится уже несколько лет но таким катализатором для него послужила как раз пандемия более конкретно самоизоляция когда люди стали сидеть дома и просто вынуждены были обратить больше внимания на онлайн по данным исследования которые мы провели в настоящий момент вот именно если продуктовый рынок говорить 21 процент потребителей говорят о том что оффлайн магазина для продуктов покупки продуктов питания и нужны редко либо не нужны совсем вот и 43 процента потребителей открыты к тому чтобы в принципе покупать продукты питания онлайн для сравнения у нас есть данные другого исследования которые мы проводили до пандемии и там доля потребителей которые говорят о том что они регулярно пользуются онлайном для продуктов покупки продуктов питания составляла где-то от 3 до 5 процентов зависимости от категории эти вопросы конечно немножко ну напрямую сравнивать нельзя но очевидно что пандемия она просто в разы подстегнула интерес к онлайн и мы видим что эта тема она будет развиваться будет расти потому что ее активно подхватывает представители инфраструктуры это сервисы доставки которые наращивают сейчас свои обороты эти магазины которые раньше не работали с онлайном они все активнее вовлекаются то есть там недавний пример там из самых крупных это пятерочка который теперь имеет собственный сервис доставки продуктов питания вот буквально вчера прочитал новость о том что магнит запустил сейчас сервис доставки лекарства своих аптек это вот для них как раз является таким тестовым проектом перед тем как запустить уже полномасштабно но поскольку вы сегодня здесь участвует в кондитерской сессии поэтому несколько вопросов по этой теме вообще в целом насколько сильно интерес сейчас возрос людей к сладенькому во время изоляции знаете да сладенько это вот кстати одна из категорий которая довольно широко покрывает потребителей по нашим данным с той или иной периодичностью где-то порядка 95 процентов взрослого населения покупают кондитерские изделия и мы замеряем замеры периодически у нас есть замеры до пандемии после пандемии в принципе несмотря на то что произошел кризис спада интереса по крайней мере к кондитерским изделиям не произошло но что интересно можно отметить что в период пандемии больше стали потребители обращать внимание на марки низкоценового сегмента в частности частные торговые марки сетей и лояльность и повторные покупки вот именно таких марок они увеличились поэтому можно говорить о том что в целом по объемным показателям скорее всего что никаких изменений не произошло вы с точки зрения денег но по крайней мере во втором квартале скорее всего что есть определенный спад потому что идет перетекание с более дорогих более дешевых то есть получается люди охотнее покупает килограмм пряников чем шоколадку за эту цену или как если так сравнивать здесь речь скорее даже не переход между категориями хотя может быть это тоже есть до переход от более дорогих бренд более дешевым то есть альтернатива в любой категории есть более дорогие марки более дешевые и потребитель ставит но обращать больше внимания на более дешевые марки и как бы частные торговые марки сети они как раз как правило более дешевые поэтому и стали покупать чаще но при этом на вот если мы если вы изучали каштаку аспекта на состав продукта люди по-прежнему обращает внимание или тоже теперь получается немножко на второй план отходит тут уже не до жиру быть бы живу что как вот можно сказать вы знаете если бы из прошлой своей практике могу сказать что на состав если спросить на прибору потребитель обращают ли внимание то конечно большинство скажет что обращают но по факту когда покупаются продукты на полке мало кто прямо вчитывается состав может быть это отчасти происходит дома поэтому думаю что это немножко завышен то есть там не все далеко не все обращают внимание на состав но опять же если говорить про кондитерские изделия то что интересного могу вам сказать если говорить о критериях выбора кондитерских изделий то в топ входит высокое качество но это характерно для любых продуктов питания привлекательная упаковка и натуральность состава вот натуральность состава это тот показатель который сейчас в головах потребителей как такая имиджевая характеристика он не является присущим ни одному из лидеров рынка и вот на мой взгляд это вот как раз та территория которая является потенциалом для роста как для производителей так и для ритейлеров а если вот говорить про все-таки онлайн продажа еще раз кондитерских изделий какую долю сейчас они занимают и в перспективе это может расти эта доля к сожалению таких данных нет хорошо а тогда может быть вы скажете что могут сделать лет ритейлеры сети чтобы привлечь внимание потребителей кондитерским изделиям то есть на что обращать внимание сейчас стоит может быть это сегменты низкие ценовые искатели какие-то бренды новые заводить что сделать но я надеюсь что история с низко ценовыми сегментами она все-таки временная и сейчас она интерес к брендам которые стоят дороже средний ценовой сегмент высокий ценовой сегмент он вернется поэтому я думаю что вот уже озвученный натуральный состав это на мой взгляд один из потенциальных вот одна из потенциальных территорий на которой можно сыграть чтобы повысить свои продажи интерес потребителей категории в целом и ну опять же онлайн больший интерес к онлайн на который сейчас постигнула пандемия он будет продолжаться и там доля продаж в онлайне она будет только развиваться поэтому больше интереса именно к тому чтобы ваши продукты продукты производители продукты ритейлера были доступны в онлайне это тоже один из потенциалов для дальнейшего роста